Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, и мы продолжаем проходить кнок-нок с новой недели у вас и с новыми кирпичами. Надевайте наушники. Я, честно говоря, не играл в игру уже порядка очень-очень продолжительного времени, поэтому совершенно не помню, что. Но помню, что в последней серии у нас был вылет, и мы остановились на середине уровня. Поэтому давайте продолжать. Я думаю, уровень начнется сначала. Почитал маленький комментарий, скажу сразу, читал не очень внимательно, потому что не хотел набраться спойлеров. Но понял, что вот, допустим, эта полоска наверху, это полоска нашего умственного здоровья, поэтому нам постоянно нужно спешить. И нужно с этой полоской успеть дойти до конца, иначе все будет не очень хорошо. Вот теперь я точно проснулся. Окошко, наконец, прыгает вниз. Сейчас время ночного входа, и нужно пройтись, подумаем, что все на своих местах. Хорошо. Так как у нас вот так вот получается... Подожди, что там? Я не помню. А, ну да, это нам нужно уже продержаться, то есть ночью. Я подумал, что нам сейчас нужно будет улесывать. Короче говоря, постоянно нужно спешить. Вот что главное, я выяснил из всего этого. А люди, которые говорят, что желательно бы свет выключать, чтобы видеть монстров, я с вами не соглашусь. Когда свет включен, ты постоянно вот так вот вспоминаешь про какие-нибудь новые приколы. Если свет выключен, то, заходя в комнату, ты будешь тратить дополнительные секунды на то, что... Увидишь, как персонаж закрывает глаза и тому подобное. То есть, не знаю, не мой метод. Мне достаточно знать примерно, где враг находится, а больше... Так, наверху бабайка. Но это-то как раз вполне себе терпимо. Потому что вот это вот как раз конкретное. А, не так страшно. Так, хорошо, ломаем дверь. И уже первые гости. Черт. Кошка. Япона мать. Я забыл про то, что когда ты открываешь дверь, если в нее ломится, то ничего хорошего в итоге может не получиться. Ладно. Так вот, мол, ухнулись. Хорошо. Давайте попробуем найти какой-то выход отсюда, что ли. Я очень сильно отвык от игры, честно говоря. Так, ну куда же нам идти тогда? Надеюсь, с этой стороны будет хоть что-то хорошее. Что-то с глазами совсем не то, да? Отлично. У нас не так много свободного времени. Ладно, вроде вот это выход. Короче говоря, что я хочу сказать. Под конец, а это еще даже близко не конец, по-моему, но вторая половина игры. Потому что, видите, сколько мы прошли, сколько еще осталось. Реально пошел хардкор. Но при этом игра стала все интереснее и интереснее. Хорошо, давайте будем надеяться, что в этот раз у нас все пойдет как надо. Так, допустим, вспоминай. Ну, в принципе, ничего такого. Только табуретка, которая как бы намекает нам, что здесь кто-то повесился. Мать его, заново. Так, вспоминай, что тут. Отлично. Снизу поперло что-то. Ну давай, родной. Отлично. Отлично. Хорошо. Где-то появилась девочка. Честно говоря, даже не вижу где. Ладно, допустим. Жутко, да? Блин, ядовик, насколько страшно в этой игре. Так, хорошо. Потихоньку все зачищаем. В принципе, нам сначала, я думаю, в эту сторону бы сходить. Но кто-то сейчас полезет. То же самое написали в комментариях, что когда закрываешь портал, до того, как из него успел кто-то вылезти... Плохо. В итоге можешь попасть куда-то в нехорошее. Так, давай. Жуть. Вот это вот реально жуть просто. Так, тут ты ничего не вспоминаешь. Ну и ладно. Это дурная дрёма. Ты умираешь. А в лесу хотят, чтобы ты жил. Что самое печальное? Что-то хуже. Я даже не знаю, кто где. Кто где. Ещё один разрыв. Давай, ну найди мне часики, пожалуйста. Нужно пережить эту ночь. У нас с сознанием как-то всё не очень хорошо. Давай, давай, родной. Твою мать. Как же это не надо. Я буду стараться. Так, ничего хорошего на самом деле. И держаться ещё, ого-го, сколько по времени, поэтому... Так, тихо. Посмотри. Меня вымораживает этот плач. Я не хочу выглядывать в окно. Так, хорошо. Уже неплохо. Так, чиним, 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 чиним. Да что ж произошло-то такое? Как? Тут же не было ни портала, ничего. Вот это вот западло просто. Ох. Ладно, не важно. Давай вспоминать, что-нибудь полезное. Реально, то есть там кроме часов ничего не было и никакой угрозы. А каким-то образом меня шарахнуло всё-таки. Такие гости проявляются лишь в темноте. Потому что мрак разъедает стены. Я здесь. Чё-то какой-то новый прикол там идёт. Что это такое? Вы видите? Прямо надо мной. Может, пока проявится что-нибудь где-нибудь? Давайте под... Так, кошка, японо-мать, что с тобой сегодня такое? Посмотри. Так, здесь... Здесь вспоминать нечего. Здесь... Подожди. А здесь есть. Ну да. Вот этого нам только не хватало для полного счастья. Ты слышишь? Я слышать не хочу, уважаемая. Это же просто... Я словно бы наступил на кого-то живого. И нам есть что вспомнить самое главное. Надеюсь, это часики. Ну, судя по тому, как долго он вспоминает, вот нет. Дох уж этот плач. Это же просто кошмар. Так, чё там наверху? Я слышу, как ты дышишь. Так, понял, что ты. Твою мать. Свечки. Оно готово вернуться к тебе. Оно пускай отдыхает где-нибудь. Потому что я не готов, чтобы оно вернулось ко мне. К свечке. Сейчас бы увидеть, что они... Блин, мать. Свечки здесь. Вот это реально печально. Я не могу наверх подняться. Там что-то лазает. Даже как-то потерял из виду. А нет, вон они в соседней комнате идут. Они атакуют меня, как увидят. У них загорается огонь. Хорошо. Реально жёстко пошло, да? Так, а если сейчас свечки пройдут, я наверх успею направо туда убежать? Хотя бы. Опять исчезли за тихо. И ведь стоят и ждут. Я слышу, как ты дышишь. Так, родной, вспомни что-нибудь хорошее. Нет, он даже не вспоминает ничего в этой комнате. А тем временем внизу всё. Ну ладно, мы вроде как продержались, кстати говоря. Ночь уже почти отступила. Ух, этот плач. Всё сложнее и сложнее. Это просто меня печалит. Ну и ладно, допустим. Мы играем в переселение. Это игра на исполнение желаний. В неё нужно играть так. Если кому-то удалось проснуться за час до рассвета, он должен мысленно объявить себя жильцом. На рассвете жилец становится перед закрытой дверью и говорит, время пришло. Пора собираться в дорогу. После этих слов дверь должна остаться закрытой. Если не получится, он больше не жилец. Как это двухсмысленно звучит, да? Двухсмысленно. Двухсмысленно. А, не жилец. Так, посмотрите, как далеко мы уже забрались. Ну что, давайте проверим дом. У нас довольно мало времени, поэтому я считаю, что нам просто нужно подняться наверх и... Смотри, оно уже близко. Просто отлично. Так, ну хорошо, я понял. А мне прям в соседнюю дверь. И если... Если я пойду туда, то... Я пойду туда, в принципе. Напрямик. Не буду тратить время, потому что разума у нас не так, чтобы много. Хотя, у меня разума не было, время останавливалось. Поэтому мы можем почитать, походить. Как думаете? Давайте посмотрим, может, что они действительно найдем, пока понаведем порядок здесь. Пока что вроде более-менее спокойно все. Выходи, пора. Не согласен. Оно обычно спало вот тут. Так, и тут нам ничего, да? Хорошо. Пошли в верхний этаж, посмотрим. Может, что интересное проявится. Кстати говоря, что ощущение, что рассудок все равно потихоньку исчезает. Поэтому давайте выходить на улицу. Тихонечко, тихонечко. Но перед этим давайте попрощаемся и в следующей серии уже пойдем по лесу, потому что мне реально нужно закрыть будет кошку. В этой серии она просто бешено носилась. И так, я лучше паузу поставлю. Хотя обычно не люблю это делать. Но тут, учитывая, что непонятно, идет ли время в такие моменты или нет, скорее всего не идет, но рисковать неохота. Короче говоря, кошка что-то бесновалась в этой серии, извиняюсь за это. Но, по-моему, получилось даже весело. Крохот кругом, никакой атмосферы. Ладно, сейчас я ее закрою и буду записывать следующую серию, которую вы увидите завтра. Но там, интересно, будет так же сложно, нет? Потому что реально пошел какой-то хардкор и уже жить стало довольно-таки проблематично. Но, тем не менее, вполне себе реально. Так что увидимся в следующей серии. Спасибо, что смотрели. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok